Собственно, юниты Ковена у нас представлены не очень широком ассортименте, хотя все еще шире, чем у Кабала. Сложно быть уже, чем у Кабала. Да. У нас есть именной гомункул и обычный гомункул. Где-то я это уже видел. Да. Начнем с обычного гомункула. У него 7 муф, 2+, 2+, 3-я сила, 4-я тахна, 6 вунд, он же 4 атаки был и 5. Пристойный ледак, 6-й сейф, 5-й ФНП, как у всех Ковеновцев, он артист клинков. Павел Фромпейн у него все еще есть, он в 6 раздает всей Коре, плюс 1 тахне. И в конце муфа он может полечить либо гротеска, либо монстра своего колена на Д3 вунду. Этой абилки у него раньше не было. Раньше стратегемка такая была, я помню. Да. Теперь это просто базовый абил. Класс. Что про него еще стоит сказать. Его ГВ не пощадило. Они срезали, поскольку у них одна моделька без вариантов закачки, они срезали все закачки, которые у него были. Теперь он всегда стоит свои 80 очков. У него есть тингер-пистолет. Пойзон 2 плюс на 12 дюймов. У него и хор-инъектор, которым он может одну из своих атак сделать. Кидайте, если попали, одна марталка. Приятно, кстати. Да, на 2 плюс, почему бы не. По базе у него есть два оружия. Это Гемункулус Тулз и Сисерхенд. Сисерхенд это минус 2, 1, поизон 4 плюс. И плюс 2 атаки. То есть либо 6 атак, минус 2, 1, 4 плюс. Либо он дерется Гемункулус Тулз. Это оружие раньше было также у врагов. Им его теперь заменили другим названием. У Гомункула это 0,1, поизон 2 плюс. То есть либо 4 атаки, поизон 2 плюс, либо 6 атак, поизон 4 плюс. Но с вторым рюмом. Да. Ну их, естественно, можно же не миксовать, почему бы и нет. То есть можно всегда подобрать оптимальное оружие. Да. Его тоже можно сделать мастером. Это стоит 20 очков. Дорожная причем. Да. Но он и сам дороже. Его новая вилка за то, что он стал мастером. Когда его убили на 2 плюс, он встает до 3 вандах в конце фазы, когда его убили. При этом не триггерец, а никакие правила, которые могут триггерец, когда он умрет. Ну что, как бы и не умр. Да. Встает как можно ближе к своей позиции, но не вангейджа с фрешками. Также за это он получает доступ к релику. Очень интересный он, на мой взгляд. Раз за игру в конце муфазы в 9 выбирается юнит. Кидается 2 плюс. Туда летит D3 марталок. И до конца хода этот юнит не получает ауры и не раздает ауры. То есть просто юнит и ауры абилитис взаимоуничтожаются. Ну, кстати, интересно. То есть можно как лишить кого-то ауру, так и лишить расставчика ауру. Ну, то есть такого досянулись в целом. Да. По-моему, это довольно крутой релик. Я бы его рассматривал. Возможно, даже вместо вексаторки. Потому что это, правда, хороший тул. Прям хороший, нужный, современный, актуальный, миссионный тул. Причем я вроде как посмотрел, ну, судя по тому, что рассказывал, обилка вексаторки, то есть, ну, замедление, там, бить последним, она не встречается ни один раз в кодексе, а вот такая штука, наверное, уникальна. Да. Ну, кстати, если я правильно вижу вординг, то, независимо от отмена аура абилити не связана никак с тем, кинули вы 2 плюс. Да, да, да. Что тоже хорошо. Ну, то есть вы надежно просто в 9 тыкнули и убрали ауру. Также он получает доступ к трейту, который позволяет ему каждую коммунфазу резать по d3 врагса в отеле. Ну, кстати, это выйти от себя. Ну, если предположить, что вы каждый ход будете резать в среднем по 2 врага, за 5 ходов это 10 врагов, это 8 сачков, которые окупают в целом его существовательного. Базовую тушку. Ну, кстати, неплохой трейд. Да. Но, тем не менее, это не прям часто будет работать. Ну, просто, если вы играете с монокоменом, у вас неизбежно будут враги, вот, и в такой, ну, вопрос, будут ли вас стоять недобитые юниты, да. Также у нас есть именной гомункул, это Уриен Раккарт. Его статлайн не сильно отличается, у него просто пятое тахна вместо четвертой и на одну атаку больше. У него есть билка мастера встать на 2 плюс. У него четвертый ноль. Также он говорит, что весь дамаг у него половинница. Ну, это было раньше, да. Также он все еще раздает плюс один к Тафне Кори в шести своего Ковена. Соответственно, это Пророки Плоти и там же, где Виксатор Маска. Также он раздает плюс один к Сирии и Ледаку Кори профитов в шести. Это его такая отличная история. Тоже было такое, по-моему, без Ледака, но вот да. Да. Нет, Сирии Ледаку. А, Сирии Ледаку. Вот. Также в начале файт-фазы вы кидаете за каждый юнит в энгейджи вражеский на шестерку, да, или демоталку. Вот такой вот у него набор правил, большой достаточно. У вооруженном теме же ему Клус Тулс и Хор Инъектором. Вместо пистолета и Сисер Хэнда у него Каскет Оффлэнсинг. Это одноразовая пушка, 2d6 выстрелов, 3-2-1, автохитующая. 2d6 автохитов с третьей силой, вторым врагом. Ну, мелочи, приятно. Да, ну, в целом Роккард выглядит как улучшенный Гомуку, если вы не хотите брать ему каких-то крутых историй на то, чтобы он как-то делал что-то, кроме того, чтобы бафать Ковен и выживать, то Роккард выглядит не хуже. Не хуже. Но мне кажется, проблема в том, что вот он в нужном этом Ковене с фиксатором маски, но он же не может её взять. Да. То есть нужно будет брать, если вы хотите фиксатором маски, нужно будет брать второго героя. Или не брать Ульяну. Или не брать Ульяну. В общем, такой необязательный парень. Да. Соответственно, Ульяна, естественно, тоже мастер Гому. Базовая трупса в Ракке. Седьмой мув, три плюс, три плюс, третья сила, четвёртая Тафна, становится пятый под бафами, одна лунда, две атаки, седьмой ледак, соответственно, три атаки и восьмой ледак у Сержанта. Их от пяти до двадцати в восемь очков. Оставили двадцатых? Да. Они по базе вооружены, теперь вместо Гимунгл Стулз в Рэг Блейдзами. Это четыре плюс ту лунки, минус один Рэн. В Рэн добавили. Да. Такие вот ковыряшки. Сержанту можно взять кучу различного вооружения. Поменяли электро корротив ВИП. Он раньше был минус два-два, пользован четыре плюс. Теперь он минус два-один, но два хита вместо одного. Ну, это, по сути, баф. По большому-то счёту. То есть, как бы, всегда лучше иметь больше хитов, чем больше урона. Вообще, прямо во всех ситуациях. Ну, практически, да. Вот, но, а чё брать-то, Сержанту? Чё ещё хлыст? Я думаю, что хлыст смотрится неплохо. Там есть флэш-гаунтлет, который даёт Морталке. Есть минфейс-гаунтлет, который минус один-два, но беспользованный. То есть, это третьи силы, четвёртый батуриеном, но всё ещё такое себе. Есть, конечно, кастомки, которые позволяют там что-то ещё как-то загнать. Я не уверен, что это всё нужно. Как-то делётся. Чё ещё по закачкам? А, также он может взять огнемётик. Это ликвифер ган, четыре минус два-один, ассоу Д-6. Соответственно, он был третьей силой и стал четвёртый. Это более интересно. Эжин может взять пистолет, как у Гемукла. Поизон 2+, 12 дюйма. И он может взять снайперку. Снайперка стала сильно круче, была на четыре минус один-один в Морталке на четвёрку, теперь она на шесть минус два-два. Жесть. Ну, кстати, видимо, Гомункл уже, получается, потеряли возможность её носить, но зато приобрели возможность сержанты ураков. Да. Ну, окатисты, да, задали интереснее. Также мы забыли упомянуть о реликах. Гемунку, помимо виксаторки, из того, что ему было бы интересно взять, ему всё ещё можно взять Хелм оф Спайт на Динай и Найтмейр Долл, который даёт четвёртый FNP вместо пятого. Забыл, потому что неинтересно. Да, в принципе, ему закачивать живучесть ещё странно. То есть, тем более, что 5-4 FNP это такая разница. Нет, там большая разница, но это... Ты можешь взять фиксатор, можешь взять отмену Ау. Ну, он типа из Гомункл нельзя сделать боевого персонажа, в любом случае. Да. У него и так хорошая живучесть. Вот. То есть, и логичнее всего его закачивать в ветку поддержки. Да. Вот александрка — лучше артефакт поддержки. Да. Соответственно, враги, помимо всех вот этих вот историй, могут взять ещё немножечко стрельбы. За каждые 5 моделек можно взять либо огнемётик, либо осифакт. Огнемётик — это тот же Liquefy. Да. Осифакт как был, так и остался хорошей кушкой. И на 24, ассалт 1, поздно 2+, минус 3, 2. А раньше там было прикольно. Было минус 3, 1, и если убили модель, то на 4 плюс мордалка, я думаю, что в данном случае минус 3, 2 получше. Ну да, да. И как бы быстрее, стабильнее, кайф. Соответственно, за чаптер команд, если у вас есть мастер Гомунку, вы можете один отряд врагов, который до 10, сказать, что это гемоксиды. Они получают плюс один к сейвам. А, кстати, правильно, потому что раньше были суперкабболиты и супервички, но суперврагов раньше не было. Были. Были. По-моему, не раз не слышал про них. Ну ладно. Может, они были настолько ужасны? Ну ты про врагов, наверное, не очень часто слышал. Ну, наверное, да. Соответственно, они получают плюс к сейвам и нулям, плюс один к ледоку, и они игнорят первый провальный сейв. Точнее говорят, что после первого провального сейва дамаг вот этой входящей атаки стал ноль. Не вижу никакой... пока что не могу вспомнить никакой истории, где это имело бы смысл. Ну, именно такой лобник. Так что в целом просто провальный сейв. Имеет ли, на твой взгляд, вообще смысл апгрейдить 10-ку врагов-то? Это все еще стоит плюс два очка за модель, но по базе они стоят 40 за пятерку. То есть враги 8 тоже стоят? Да. Соответственно, если это 50 очков, то... вот вы взяли за 50 очков такой отряд, он может стоять на точке, он в пятом-четвертом нуле, при этом он игнорит первый провальный сейв. То есть, ну, они такой вот неуловимый джо, они стоят на точке, в них не очень удобно стрелять. Прикольно. То есть круто апгрейдить даже небольшой отряд врагов, а именно маленький, просто который неприятно убивать. Ну, мне кажется, да. Классно. Я не вижу просто применения десятки врагов в том ключе, в котором я сейчас это все вижу. Да, да. Не, ну круто. Кстати, я... ну ладно. Марины очень сейчас любят брать инфильтратором... Хеликс. Хеликс, который делает, по сути, то же самое. Да. Вот, достойно, достойно. Не, за 50 очков, мне кажется, их непросто сбить с точки этих 5 пацанов элитных, но все еще трупцовых. Да. Помимо врагов у нас в кодексе есть еще одна кора, инфантри. Это гротески. Гротески. Седьмой мух, 3+, шестой баллистик, но это не очень важно. Пятая сила, пятая стойкость. Четыре вунды, четыре атаки. По сути, ничего не изменилось. Да, то же самое. К каждому можно взять огнемет, но по базе они выражены только в ЭТХ. У них флэш гаунтлет, который делает им 6-0-1, но при этом на шестерке-то вунд это морталка в дополнение к дамагу, если это не вискл. Неплохо. Да, помню. Как и было. Как и было, да. А Монструс Кливер говорит, что это минус 2-2 сила юзер и допатак. Второй дамаг, кстати, стал на Кливере. Да, и это уже интересно. Также они могут заменить, к сожалению, не перчатки, а именно Кливера огнеметом. Их теперь стало от трех до шести. То есть нельзя брать эти десятки? Нельзя. Не знаю, с чем сейчас. Нет. Но, тем не менее, нельзя. Типа они элитные? Да. У них нет никаких спецправил, они плейт-артисты, интересы B2P, не паёшь в ум. То есть это просто такие тушки со статами? Тушки со статами, да. Соответственно, они все еще получают плюс-то фнот. Коммункула становится шестой. Троечка стоит 120 очков. По 40 очков? Да, они стоят 40 очков. При этом, по защитам у них сейчас шестой губ и пятая фнот. Не, что-то другое. Им, конечно, можно взять кастунг на минус дамаг, в дополнение к пятому. И на четвертый ход у них. Пятый. Что-то как-то странное. Как-то... Я почему-то вспоминаю, мне уже больше даже эти нравятся клафт-фингу, чем гранат. Ну, ребята дорогие, честно сказать. Их теперь можно хилить бесплатно к Коммункулу, но это, как мне кажется, все еще их не спасает. Ну, мне кажется, если вы играете в какой-нибудь кастунгке с минус дамагом, и у вас армия состоит из гротесков и Талосов и Кроносов, тогда это только так. Это может иметь хоть смысл. Ну, то есть в целом, в дополнение кастунгке, ко всей армии, я... Ну, короче, если вы играете моно к аренам, у вас особо вариантов нет, кроме как взять какой-то такой отряд. Но в общей массе они не привлекательные. Мне они не нравятся сейчас. Они неплохие, но мне не нравятся. Талосы. Соответственно, это восьмой мух, три плюс, четыре плюс. Шестая сила, шестая Тафна, семь вундов, пять атак, восьмой рядак, три плюс. Ну, вроде все, как бы, было. Да. По базе они вооружены сплинтеркеннами. Это, я уже говорил, три выстрела минус один-два. На каждом стоит два сплинтеркеннена и два макроскаль. Соответственно, они монстрики, которые добираются в отряды от одного до трех. По базе у них также два макроскальпеля, которые дают им плюс атаку, пока их два. Это плюс один минус два, два. То есть это семь минус два, два. И... Ну, с ракарта будет восемь. Да. Они плейд артисты, инсенсибл тупейн, и они взрываются. Если их убили, на шестерку одна марталка в трех. У них много разных закачек. В частности, у них широкий выбор пушек. Давай их быстро прибежим. Давай. Это стингерпот. Два до шесть шотов на четыре дюйма пятой силы. Ну, должно быть просто дешевле. Ну, а если они, получается, отдают два этих... Спринтер Кенна ради одного стингерпота. Надеюсь, вдруг там два стингерпота было бы прикольно. Нет. Нет. Ну, ладно. В общем, все их закачки стоят одинаково. Они стоят 10 очков за модельку. Кроме перчатки и двойного огнемета. Двойной огнемет это два ДШС-4 минус два один. И он стоит 5 очков? Еще 5. Нет. Еще 15 очков. Странно. Дороговато. И я не очень понимаю, зачем... Он столько стоит? Да. Ну, то есть он стоит столько, потому что он заменяет макроскальпель, а не спринтерки. А, то есть стрелковый вариант. То есть такой стрелковый талос с четвертой баллистикой. Ух. Соответственно, также за 5 очков можно один из макроскальпелей заменить на... Джабку? На Chain Flail или на Gauntlet. Gauntlet это плюс два минус три три минус один на тухит. Такой Тандерхаммер. Такой странный. Ну да, такой недоделанный молоток. Нет, это, кстати, нет. Это олдскольный молоток. 8 минус три три. На четырех плюс попадать. Да, можно. На шестерочку четвертая. Не знаю. Chain Flail это x2 атак. Ну, в два раза больше хитроллов. Но при этом там 0-1. Ну, кстати, раньше там был Roll to Wound, по-моему, полный. И это было хорошим выбором. Прям таким металом. Сейчас они просто стратные. На еще на них можно повесить мельты вместо сплинтерок. Это 8 минус 4, 6 плюс 2. Но у них четвертый баллистик. Делать с них по одному выстрелу как-то... То есть они один хитлендс вместо двух сплинтеров? Нет, ну, два. Ну, два выстрела. Бесплатно. Ну, мельты вообще не стоят. Ну, может быть даже... Ну, мне кажется, например, мельты лучше, чем ретинки сплинтерки. Да, но это все еще странный юнит. Короче, есть... Давай упростим, короче, у Талоса много закачек. Есть хороший Талос какой-нибудь или нет? Ну, с мельтами и с двумя макроскальпелями он выглядит неплохо. То есть это лучшее из его, возможно, закачек. Да. Ну, то есть... Им можно еще взять хай-вайр бластеры, но они стали лучше по всему, но хуже по технике. То есть это Д3 выстрела, 3-3 Д3, бластовые, и когда вы вундите технику, на 4+, это всегда успешный труд, а на 6-ку еще Д3 марталок. То есть меньше марталок, для 3-й дамаг, 3-й рент. Больше АП, больше... То есть раньше это был пулеметник такой, сейчас это такая какая-то странная пушка. Да, но количество выстрелок осталось тем же. В общем, самый сексуальный Талос это макроскальпели и хитлендсы, и вот насколько он сексуален? Ты видишь его в своем каком-нибудь росте? Я думаю, что в росте Рековена он будет смотреться лучше, чем в гротеске, но пока я тоже не очень понимаю, зачем он такой пушка. Да. Соответственно, его братишка, который собирается в той же коробке, это Кронос. Соответственно, они не Кора, эти два прекрасные кворюшки. Они Кора? О, то есть Пуховена, все Кора. Ну да, удобно. Но почему нет? Ну, собственно, да, они все еще при необходимости получают люстав. Ну, и рероллы всякие от этих. От Архонта в Real Space, да. Но... Это их не спасает. У них не очень хорошие тухиты на стрельбе. В ТХ все получше, конечно, но им надо дойти, и они стали, на мой взгляд, менее живыми. Ну, скорее дороже, просто стали менее живыми. Ну да, да. Кронос. У него разнообразная стрельба. Я даже не особо вижу смысла ее описывать. Ну, она просто разнообразная. Она скорее харасища, чем носит Real Damage. Важно его правило. Если он, ну, во-первых, забирается на ВТ-3, он взрывается на шестерку, наверное, на Морталку. Что более важно. Когда он убивает вражескую модель своими Spirit Lich тентаклями, а это... Это ХТХ, это 5-1-1 по базе, и на шестерку 2-1, 2-1. И 2-1. Да, и 2-1. Соответственно, когда вы убили хотя бы одну вражескую модельку, ну, точнее, каждый раз, когда вы убиваете модельку, вы можете либо себя, либо другой друг Harry Core Unit 6, не обязательно, что важно, выбрать, и после того, как вы побьете, порегиньте одну вунду. Если там все здоровые и есть убитые модельки, можно вернуть модельку. Ну, это, кстати, прикольно. Да, таким образом можно много кого поднимать, но для этого все еще нужно дощить до ХТХ Кроноса, и его минус 1-1, четырьмя атаками и четвертым подстилом кого-то убить. И буду учесть вот такие вот тривильные задачи. Да-да. Но, с другой стороны, он вроде не очень дорогой. Ну, он явно дешевле, чем свой братишка Талос. Он стоит 70 очков. Нет у тебя ощущения, что за 70 очков он просто достаточно жирная тушь, чтобы летать и где-то... Или оппонент будет на него отвлекаться. У него есть еще хорошая обилка. Если ему докупить за 5 очков спирит проб, то в 6 он раздает рерол туунт колов чарактером и коре. Ну, это, кстати, сильная же обилка. Это, по сути, у тебя вички реролят туунт. Ну, вичкам суккубы раздают рероли туунт. А, вички. Получается, ну, это для Ковина интереснее всего. Для Ковина это неплохо. Да. Это также неплохо, неожиданно для Дрожара. Потому что единственный способ ему раздать рерол туунт, потому что он не кора. Ну, чарактер. Собственно, это дает бафать гамунков внезапно. Но, как мы уже выяснили, эти парни не про то, чтобы кого-то убить в АТХ. И если бы не Вритов и Заливен Мьюз, это был бы мастхэвный юнит. Да, но по идее, если ты разделяешься, ты можешь в одну часть стола иметь Вритов и Заливен Мьюз, на своем Реалспейсе, а на другом иметь Кроноса, который вроде как бы не страшный, но бафает. Ну, за 70 очков он все еще в шестом дуле, в пятом ФНРП, в седьмой возле гамункова Тафнея, в семи вундах. Это, ну, не супервыживаемость. В третьем сейве, хотя бы. Ну, да, третий сейв его отлично. Это не супер юнит, но он не очень дорогой. Это одна моделька, которую удобно прятать. То есть, он дает неплохие бафы. Две такие прикольные, суппортные билки причем. Да, то есть, в целом, возможно, одного такого стоит брать не сильно переживая. Да, да, хорошо. То есть, забавно, что в кои-то веке он выглядит более интересным, чем Таос. Да, это давно такого не было. Ну, в целом, как у тебя, наверное, ощущения от Ковина? Он выглядит каким-то таким, не то чтобы супер обязательным, но и опять сбалансированным. Все такое окейшное у него. Он должен быть живучим, но пока таким не выглядит ли он. Но мне кажется, он живучий на фоне Кабала и Культа. Да, но этого явно не достаточно. Чтобы быть жирным в мете, и зачем-то нам нужно. Да, то есть, есть как бы Десвинг Термаса, есть Блотлор Термаса, есть всякие Врайты Личгарды, и вот на этом фоне Ковин, наверное, не справляясь со своей ролью мясного щита. Да, возможно, это его похоронит на бочке.